И в продолжение темы. Помимо творчества, люди с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать себя и в спорте. В нашем городе регулярно проводятся соревнования для паралимпийцев. В спорткомплексе «Лидер» прошел открытый чемпионат района по такой дисциплине, как боча. Это паралимпийский вид спорта. В летних паралимпийских играх в Пекине в соревнованиях по боча приняли участие 88 спортсменов из 19 стран. Этот вид спорта чем-то напоминает боулинг и керлинг. Спортсмен, получивший право по жеребьевке выступать первым, выбрасывает белый шар. Затем начинается игра. Участники должны как можно ближе бросить свои мячи к белому. За каждый удачный бросок начисляются баллы. Побеждает тот, чьи мячи находятся ближе всего к белому. И, соответственно, набрано больше всего баллов. Боча – это прекрасный комплекс мероприятий по реабилитации людей с тяжелейшими формами заболевания ДЦП. И неврологическими поражениями двигательных функций. Для тех, кто не может самостоятельно бросить мяч, допускается использование специальных приспособлений. Спортсмены могут бросать руками. Кто не может, тяжелая форма ДЦП, те используют желобы. Там достаточно или удерживать мяч рукой, или толкать специальным приспособлением мяч. Но спортсмен сам выбирает высоту, с которой будет отпущен мяч, прицеливается сам. В открытом чемпионате района Побоча приняли участие 20 спортсменов из Семрюкского, Крымского, Северского, Красноармейского и Славинского районов. Наш муниципалитет представляли два спортсмена – Демьян Кашевой и Светлана Андрюшина. По итогам соревнований оба наших паралимпийца заняли вторые места, каждый в своем классе. Поздравляем спортсменов с такими высокими результатами. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».